Исламский экстремизм Вы присутствовали на этом обсуждении и видели, что и слышали, что очень разные мнения высказывались. Что касается меня, то я считал и считаю, что в настоящее время на российском Северном Кавказе и не только там действуют различные группировки, экстремистские, террористические, диверсионные, повстанческие, которые, в общем, не имея на то никакого основания, апеллируют к исламу, используют ислам в качестве мобилизующей идеологии, эксплуатируют религиозную веру мусульман северокавказских и не только северокавказских для реализации тех целей, которые эти группировки перед собой ставят. Вот один, но очень характерный пример. Так называемые шахиды, в больших кавычках, это те мужчины и женщины, которых, по сути дела, в результате обмана, я еще раз специально подчеркну, в результате обмана заставили, можно так сказать, заставляют совершать самоубийственные террористические акты. Что здесь происходит? Здесь происходит очень циничная эксплуатация религиозной веры этих людей, которые верят в существование исламского рая, которые верят в то, что шахиды попадают в лучшие области этого рая, так называемый фардуз и так далее. К слову сказать, женщины внушают, что они попадут в рай и встретят там тех любимых отцов, мужей, женихов, которые раньше погибли. И они, эти женщины, эти мужчины, не знают того, что ислам в Коране категорически запрещает самоубийство, категорически и безусловно запрещает самоубийство, и запрещает убийство другого человека, разве что по закону, так говорится, по смыслу в Коране. То есть те люди, которые совершают вот эти террористические акты так называемых шахидов или акции геройского самопожертвования, с точки зрения ислама, они совершают преступления. Даже не одно преступление, а два преступления, за которые полагается совсем не рай, а очень даже наоборот ад. Вот это один из довольно многих конкретных примеров того, как ислам, как религиозная исламская вера людей и все другое Другое используется для реализации каких-то конкретных политических, а то и экономических целей, которые ставят перед собой вот эти группировки, которые действуют на российском Северном Кавказе. Существующие экстремистские организации, они опирают свою идеологическую базу на Коран, либо на так называемый тафсир, толкование Корана, которое было совершено в Средние века, либо немножко позже. Как Вы думаете? Ну, эти группировки, здесь ситуация немножко более сложная. Дело в том, что с середины 90-х годов прошлого века на территорию Чечни сначала, а потом на территорию других субъектов Российской Федерации на юге России стали прибывать иностранные ваххабиты, которые приносили с собой ваххабитскую идеологию. То есть особое направление в исламе, которое характеризуется рядом с моментами, среди которых нужно указать, во-первых, если можно так выразиться, активную деятельную ненависть по отношению ко всем немусульманам, а также, это очень важно иметь в виду, по отношению к мусульманам-неваххабитам. А вот уже в составе этой ваххабитской идеологии есть много идей, которые, например, сформировались, ну, например, в XVIII веке, когда ваххабизм возник на территории Саудовской Аравии. А также ряд идей и положений, которые сформировались в середине II тысячелетия от Рождества Христова. Например, идеи такого теолога, как Ибн Таймия, который является своего рода классиком ваххабизма. И вот именно эти идеи, они и являются основой идеологии, можно так сказать, религиозно-политической идеологии этих группировок. Александр Александрович, мы убедились, что в исламе, многогранном исламе, существуют проблемы. Способен ли сам ислам решить эти проблемы, или ему нужна помощь из странно-светского, либо христианского общества? Мне кажется, что общество, российское общество и государство делают очень много для того, чтобы помочь традиционным мусульманам. Ну вот, если мы посмотрим на то, что делается для ислама и мусульман в Чечне, например, да, и особенно, то мы увидим, что делается действительно по-настоящему очень много. И это только единственный пример, если приводить все примеры, то это займет очень много времени. Продолжение следует...